приветствую вас спутники из пустошей сегодня начинаем новое прохождение играем мод old world blues по вселенной fallout не так давно на него вышло обновление в котором добавили новые страны для техасского региона я предлагаю поиграть в него много комментариев было просили сыграть именно в этот мод ну давайте посмотрим раз он обновился играть мы будем за племя материям близнецы немного исторической справки племена пустоши щебечут о богине благословляющий их оружай более цивилизированные люди рассказывают байки о присутствии нечто легендарных залах питомника она направляет рой роботов через колорадо для совершенствования человечества но правда несколько сложнее чем любая из этих слухов диана stone возможно величайший ученый переживший великую войну живет и по сей день как лидер мирного племени в колорадо грядут перемены пустоши рыдает взывая к милосердию и доброте возможно пришло время ей выйти из своих машин дабы спасти мир мы давайте почитаем про эту загадочную диану кто она такая у нее есть такой вот пир к бог из машины которые добавляют прирост политвласти стабильность 20 процентов за поддержку войны за счету дивизии на нас территории и прирост подчинения 2 сотых процента каждый день до великой войны диана stone была чудесной женщиной с такой карьерой которая дала бы ей место среди самых ярких умов соединенных штатов несчастье у нее был обнаружен рак грудной клетки и у нее оставалось мало времени новости ее надвигающейся смерти очень повлияли на жизнь дианы она отвернулась от науки и начала смотреть на жизнь с религиозной точки зрения но из-за надвигающейся смерти она стала нервной и отчаянной но это изменилось как только она встретилась дарком гринвэем с помощью дарка память дианы stone была заключена в суперкомпьютер загс изначально она была ему очень благодарна но со временем она начала чувствовать что теряет связь с миром который когда-то у нее был внутри ясель где она была заключена она услышала о плане гринвэя на определенное убежище убежище 29 план заключался в размещении аграрной общины внутри этого убежища надеюсь что они смогут восстановить природу америки который она была раньше диана могла не согласиться с методами дирека но не смогла найти силы игнорировать причемное состояние жителей убежища 29 со временем она дала о себе знать взяв контроль над загсом суперкомпьютером убежища издалека диана смогла стать стражем и богом убежища 29 идя их сквозь хаос пустоши и охраняя их в эти трудные времена да у нас такая очень интересная правительница будет само племя если почитать лор вселенной фоллаут в нем есть матриархальный строй то есть там главные женщины и мы как бы играем с диану которая управляет этим всем племенем но племя такое необычные песни с камнями и палками а у нас будет доступна робота техника поскольку наша диана раньше была ученым она умеет производить такую вот технику давайте даже поставим увеличенную сложность поскольку роботы это достаточно такая мощная сила на пустошах так что пусть будет так добавлено тут такая механика в этом моде с крышками бутылочными которые раз в квартал у нас добавляется бюджет не тут написано если будет дефицит то может случиться серьезная нестабильность вашей страной в моде есть много разных механик есть и национализации там и рабов можно собирать за определенные страны выполнять и достижения какие-то внутренние у мексиканских стран тоже есть какие-то свои механики с этим ознакомимся по ходу дела технологии выставляем сначала на промышленность на прирост населения а также возьмем пехотную доктрину автоматизированной войны здесь идет улучшение роботов но и немного на обычную армию у нас в начале что есть 5 дивизий из которых две пехотные амазонки пустошей это обычная пехота они используют луки луки у нас это типа обычное оружие есть тяжелые роботы даже сразу такие слабенькие небольшие шаблоны на 15 ширины есть обычные роботы на 12 ширины по ресурсам пока что всего хватает нам наверное нужно будет делать упор на энергию энергия в моде заменяется нефть и из этой энергии создаются энергоячейки которые как раз таки нужны для наших роботов они их потребляют есть такой значок типа топлива но сначала давайте немного гражданских мастерских построим я бы две штучки изначально у нас есть только три военных мастерских есть 4 верфи пока будем конвои производить нам не особо то и доступно нормальные будут корабли только вот эти первоначальные технологии есть то же самое касается и авиации всякие планеры доступны даже бипланов нету но возможно как-то потом или по фокусам или какими-то событиями можно будет улучшить свое положение то есть выйти из племенной эры и войти в более такую технологичную насчет самого древа вот такой вот она у нас огромные давайте будем начинать первый фокус а ведь когда-то я была человеком то и мне давно не задавали этот вопрос я бы могла очень долго рассказывать о том кто я и что я сделала возможно мне лучше начать с того кем я была в прошлой жизни есть также в моде вот такая вот карта отдельные для торговых узлов если их захватывать то можно будет получать с них приток крышечек это рынок организаций но пока не ясно что это такое список незакоренных областей моде можно корить области так как это все считается американская нация да все говорят на одном языке и примерно одной культуры конечно постапокалиптический мир накладывает свой отпечаток на то все но все таки можно будет корить эти регионы выполняется у нас первый фокус к сожалению он не переведен видимо здесь рассказывается про прошлое дианы далее нам говорят что судьба дала неплохие карты словно и кар который залетел слишком близко к солнцу я упала с академических высот вместе с этим чуть было не потеряв саму себя каждый день был мучительным для моего тела и я только отстрачивала неизбежное я практически потеряла надежду на дирек дал мне возможность обмануть судьбу открывается у нас решение по последователю теперь они укрепились в нашей нации и мы можем взаимодействовать с ними без страха что могут покинуть нас они не против помочь нам и народу но если мы примем помощь они увеличат свои влияния на нас и смогут предъявить требования нет спасибо требований нам никаких не надо можно тут кстати по ходу игры также брать под контроль убежище открывать их и видимо что-то там будем получать с них также на нас открыли новый торговый путь он идет из нового канаана и мы за это получаем 9 крышечек сами же крышечки потом можно будет вот здесь вот вкладывать различные бонусы получать получаем также право на ресурсы в регионе рай где этот регион к сожалению я не знаю есть у нас тут такой вот храм дианы возможно где-то что-то с этом связано продолжается рассказ про диану и про дирека про то как разум дианы был помещен в суперкомпьютер загс получаем за это 50 палит власти они сказали мне что я смогу жить вечно но какой ценой для меня это ощущается как тюрьма и несмотря ни на что я выстояла дарик спас мне жизнь но после падения бомб наши пути разошлись перед нашим расставанием дарик передал мне кое-что очень ценное что подарил существо по имени диана еще один шанс оставить свой след на пустоши очередной фокус у нас выполняется рассказывается уже про путь дианы после войны я хочу выполнить план дирека но своим путем я хочу помочь этим людям и направлять их как матерь я хочу чтобы это было моим наследием они будут воспринимать меня как богиню и вместе мы сможем сделать этот мир более лучшим местом дальше на выбор у нас два пути это питомник и мои дети давайте сначала пойдем через питомник это экономический такой вот путь питомник спрятан от человеческого безумия амбиции и даже самой пустоши десятилетия ушедшие на строительные работы воды исследований и месяцы кровопролитных изменений и усовершенствований все это привело к появлению этого тайного рая этого нетронутого адемского сада и последнего безмятежного места на пустошах это место в котором находилась я так понимаю и диана после войны открывается фокус на питомник тут нам рассказывают и показывает что это такое это чудо до военной инженерии это самовосстанавливающаяся самоконтролирующая себя экологическая система которая расположена глубоко в каньоне там есть своя флора и фауна в нем течет кристально чистая вода река а также расположено несколько зданий для поддержки и управления питомник это место где живет диана и откуда она может передавать как бы свой сигнал убежище 29 и управлять племенем питомник не расположен на нашей территории в начале игры он расположен в каком-то черном каньоне только у нас вот здесь есть райская долина такой вот регион также нам тут рассказывается что там есть райдеры и они контролируют эту территорию но при этом они даже не знают о существовании питомника ну и он сам нам дает различные бонусы зависимо от вычислительных мощностей дианы вот например сейчас он дает четыре с половиной процента к приросту политвластия максимуму фабрик в регионе и росту эффективности производства также диана контролирует спутниковую сеть и текущий размер дает четыре процента к факторам дешифровки к перехвату атакс воздуха дальности самолетов правда пока у нас нету авиации также орбита она как бы постоянно снижается из-за солнечной радиации от столкновений с космическим мусором и так дальше также есть фабрика и она я так понимаю может реформировать наши земли также есть хранилище для днк туда можно будет помещать днк обраме на геккона огненного боровья карта крыса болотника от скорпиона и панаминга видимо надо будет их как-то искать что ли 10 крышечек ну и следующим фокусом давайте возьмем эту фабрику это полностью автоматизированное чудо способное создать даже легендарный гекк соединено со всеми уголками питомника благодаря дорогой системе грузовиков поездов и даже винтокрылов управляемых и запуск фабрики нам крайне необходим и с достаточным запасом времени мы сможем терраформировать пустошь и одовоенные состояния увеличив свою стабильность и вычислительная мощность дианы возрастет получаем на первый приток крышечек есть 42 единицы сейчас и тут по решениям и мы можем взять сейчас либо инвестиции в малый бизнес это нам добавит на 270 дней скорость строительства 20 процентов и объем заводского производства либо начать раздавать политические взятки затраты на законы об экономика в призыве командующей армии и ну давайте лучше возьмем на заводское производство и скорость строительства 15 остается у нас 27 и тут по разведагентству тоже нужно отдавать крышечки как видите не нужно тратить вашу промышленность на него ну давайте возьмем армейские разведданные 25 процентов сначала также можно начать собирательную программу это можно будет отправить экспедиции в пустоши давайте попробуем посмотрим что такое дальше по фокусам давайте еще увеличивать вычислительные мощности также получим бонусы на технологию шаг за шагом фабрика просыпается ото сна вспомогательные генераторы опять заработали а на производственных линиях снова кипит жизнь для того чтобы полностью использовать это автоматизированные довоенные чудо понадобится гораздо больше энергии поэтому нам надо как можно быстрее найти решение этой проблеме следующим нашим фокусом будут мои дети я помню их детство как будто это было вчера много лет назад когда они еще были под землей и отчаянно нуждались в руководстве в темные времена я приказывала загс дать им знания о мире научить их добру и уважению к природе и жизни рассказать о возвращении дианы которые приведет их процветанию и вот я вернулась чтобы вести их в новую эру давайте отправим первую группу собирателей потратим на это пять болтовочных крышечек 50 людей отправим и 50 единиц винтовок открывается фокус на мои дети затем пойдем на процветающую деревню матери близнецы произошли от потомков жителей убежища 29 детей дианы и представляет собой мирное счастливое племя процветающие под ее руководством однако они не могут оставаться невинными вечно мы должны подготовить их к жестокости пустоши получим 150 политвласти следующим фокусом будет убежище 29 святая религия племени матерей близнецов убежище 29 все еще хранит истории своего двоенного происхождения в подземных коридорах убежище хранится многие секреты а мощный суперкомпьютер и загс 29 обслуживает убежище до сих пор мы должны улучшить соединение между дианой и питомником чтобы использовать его возможности на полную мощность плюс 2 к вычислительной мощности мы получим сожалению наша экспедиция пропала мы потеряли связь с нашими собирателями мы не можем ее восстановить единственная зацепка которой у нас есть их последнее сообщение в котором говорится о их местоположении спасайте их или нет решения за вами через 30 дней у нас тут станет доступно если мы их найдем открывается нас фокус на убежище можем задать вопрос о загс 29 это центральный компьютер который управляет убежищем это мощная довоенная компьютерная система задачей которой была забота о жителях убежище а сейчас они служат связующим звеном между матерями близнецами и дианой пришло время решить что с ним станет к сожалению не получилось найти пропавших собирателей ладно бывает пустошь она такая ошибок не прощает решаем судьбу загса загс это связующее звено к нашему племени с помощью которого мы проводим управление им долгое время мы им управляли с расстояние мы можем убрать как бы личность этого загса чтобы управлять племенем напрямую либо добавить ему этой личности так будет управление применем более эффективным и тут у нас на выбор дальше идет развилка по фокусам либо увеличить автономию либо уменьшить его автономию если дадим ему автономию то мы получим темпы исследований плюс 15 процент это у нас будет доступный такой советник либо добавим 20 вычислительной мощности для дианы я думаю все таки лучше взять для дианы да давайте возьмем через уменьшение автономии вот этот вариант мы не можем всегда полагаться на посредника в отношениях с племенем матерей близнецов так как это неэффективно и слишком усложняет многое мы еще больше ограничим возможности загса и отдадим ему более простое задание ну и возьмем сразу полный контроль до военный компьютер представляет собой чудо инженерии тем не менее его можно использовать более эффективно самым разумным сейчас будет полностью стереть загс 29 так как он уже изжил себя его вычислительная мощность достанется диане мы также можем улучшить наш торговый узел то тут у каждого узла есть такой вот прогресс некоторых я вижу растет в некоторых нету и нам доступно его улучшение до третьего уровня давайте это сделаем это видимо нам будет приносить больше крышечек что ли ну либо еще добавится один торговый путь 40 политвласти нам для этого нужно хорошо когда на собираем то мы отправим еще торговцев продолжим улучшать и наше убежище возьмем золотой свет дианы сложный процесс благодаря которому мозг дианы был извлечен из ее тела и подключен к питомнику берет свое начало в хранилищах данных убежища 29 и связан загадочной процедурой код которые применяются для создания робомозгов изучение этой программы могло бы помочь разгадать ее тайну а также усилить наши возможности шифрования до военных протоколов ну и давайте сразу будем отправлять есть у нас политвластия новый торговый путь из нашего торгового узла нам доступна вот на новый старлинг костер соль рубрум и на одинокую звезду тут плюс 65 крышечек на звезду так что отправим сюда также начинаем производство карт памяти глубоко убежище находится множество линий по производству карт памяти которые прекратили свою работу когда была открыта дверь убежища десятки лет назад чтобы активировать их снова и переоборудовать вооруженные фабрики понадобится много усилий но это будет лучшим применением для них получим 3 военных мастерских еще немного металла рейдеры на горизонте нам подошел шаман и застерег что на наших границах виднеются рейдеры и робо торговцы по крайней мере это что-то новое я уже начал скучать да я тоже начал соскучивать геймплей такой чай достаточно размеренный для также у нас тут есть по соседству появилась когорта холония с ним у нас тоже тут будут связаны сюжетные пути но это потом встреча с легендой я пригласила лидера этих рейдеров ланиус а чтобы он встретился с нами внутри убежище 29 моя роботизированная охрана сопроводила его а затем у нас был разговор они провели очень интересную беседу ну и с этого момента для нас все изменяется потому что мы должны будем как-то защитить своих детей от лани и либо давать ему дань либо попытаться с ним засоюзится и либо же начать военные тренировки наших армий для того чтобы противостоять ему и пополняется у нас фокус на встречу с легендой мы дальше как видите у нас есть три путя платите дань легиону цезаря либо стать его союзником либо отстаивать свои идеалы получаем еще три военных завода и дальше нам нужно выбрать наш путь по которому пойдет племя но это уже будет в следующей серии на этом буду с вами прощаться благодарю вас за внимание если вам интересно пожалуйста поставьте лайк также подпишитесь если этого до сих пор не сделали ну и жду вас в следующей серии на этом все всем пока до новых встреч